Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Граф отрекается от веры в Бога, так как последний позволил кровожадным врагам довести его возлюбленную до самоубийства, сообщив ей о смерти Графа на войне. А в фильме «Интервью с вампиром» вообще создали образ вампира-интеллигента, который к тому же любезно согласился поведать миру свою печальную историю. Сейчас вампиры становятся редким гостем в новых фильмах ужасов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он выглядит по-разному, но всегда имеет строение, напоминающее очертания тела Homo sapiens, то есть существо это прямоходящее с двумя руками и двумя ногами. От результатов генной инженерии у него измененное сознание кровожадного животного. Обязательное условие для этого героя – полное отсутствие эмоций и человечности. Это существо создано для одной цели – убивать с особой жестокостью. Поэтому наделено силой, изворотливостью и умением неожиданно появляться за спиной зазевавшегося. В фильме «Поворот не туда» два таких продукта-товарища дружно убивают заезжающих не туда, куда надо людей, смачно расчленяют и хранят останки бедняк в трехлитровых банках в холодильнике. Но зато мирно сосуществуют друг с другом и любовно собирают все побрякушки, доставшиеся им от посетителей их территории. Оказывается, что оборотень – это не тот, кто превращается только в волка, и даже не человек в погонах. Превратиться из человека можно во что угодно, не только в любое животное, но и в птиц, рыб и насекомых, например, в пауков и даже бабочек. Обязательный атрибут жизни оборотня – ночь, полнолуние и мучительная трансформация. Оборотни убивают выборочно, а еще они сексуально активны, поэтому основная цель их превращения – найти девушку и заняться с ней сексом. Одна из отличительных особенностей этого героя не только в том, что их можно вызвать с помощью заклинаний или собирания головоломки, которая открывает врата ада. Самое ужасное в том, что они могут вселяться в людей. И опять же популярная тенденция – вселяются они в невинных детишек, чаще подросткового возраста. Дети начинают говорить на латыни или других древних языках. Родители часто считают, что убить ребенка гораздо безопаснее, чем терпеть вокруг себя в дальнейшем гору трупов. Более гуманные предки вызывают священников для изгнания. В последних фильмах с этими героями мы видим мутацию – дьяволы уже не реагируют на святую воду, распятие, чеснок и молитвы. Чтобы их убить или загнать обратно в ад, требуется работа интеллекта или особая магическая сила. У этих товарищей со вполне человеческой внешностью ярко выраженный комплекс неполноценностей. Поэтому они стыдливо прикрываются вратарскими масками, обжигают лица, чтобы никто не смог различить их некрасивые черты лица. Носят платки, шапочки, клоунский грим и различные балахоны, чтобы скрыть нелепую внешность. Цепная пила, отбойный молоток, садовые ножницы, газосварка, паяльник и комбайн – это необходимые атрибуты их имиджа. Очень любят убивать женщин, выслеживая их. Могут часами сидеть в засаде и ждать, когда женщина обнажится, чтобы позже подвергнуть ее изощренным пыткам. Сделать из нее куклу, заставить похудеть, чтобы снять кожу или вырезать на ее теле свои инициалы. Пришельцы очень любят вселяться в людей. Неважно, как инопланетянин выглядел до вселения, с лиской тварью, насекомым или вирусом неизвестной этиологии, большим тараканом или осьминогом, он стопроцентно обоснуется в человеческом теле. А человек, в которого вселилось нечто, начинает себя странно вести, много пить, мало спать и есть что-нибудь непотребное. Иногда инопланетяне вселяются в любимых домашних животных, как правило, этому подвергаются собаки и кошки. Бедные калеки, прикованные к инвалидной коляске или аппарату искусственного дыхания, которым ничего не остается, как придумать себе хоть какое-то развлечение. Отсутствие нормальной физиологии они с успехом компенсируют своим гениальным умом, таким образом самоутверждаясь и удовлетворяя свою манию величия. Всех вокруг они считают тупыми ублюдками. У них есть идея, которая заключается в том, что они берут на себя миссию по спасению человечества от грешников и никчемных людишек. Но при всем интеллектуально изощренном подходе к истреблению людей, логике их отбор не поддается. Месть и убийство людей жестокие и хитрые. Вычислить такого маньяка крайне сложно, но если его находят, то убивают обычно с третьей попытки, как и положено. Полтергейст – это устаревшая и по современным меркам некоммерческая страшилка. Это нечто невидимое. Наверное, киношники выбрали самый дешевый вариант главного героя. Не нужно тратиться на грим и костюмы, а также оплачивать гонорар актеру. Достаточно диких завываний, яркого свечения из-под шкафа и летающих по комнате игрушек. Взрослых в образовавшиеся воронки и порталы засасывают редко, поэтому полтергейст охотится в основном на тех, кто поменьше и кого легче всего напугать, то есть на детей. В связи с тем, что стремительно развивается телевидение и все вокруг компьютеризируется, полтергейст активно вселяется именно туда. В зону работы полтергейста с недавнего будущего входят еще сотовые и радиотелефоны. В общем, чем усовершенствование техника, тем выше интеллектуальный уровень полтергейста. Он даже умеет создавать интернет-сайты и отправлять смс-ки. Несмотря на то, что одни и те же герои кочуют из фильма в фильм, мы, любители этого жанра, продолжаем верить, что когда-нибудь нам покажут нечто, что в конце концов заставит поверить в происходящее на экране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok